Привет, просветители! Конец октября – идеальное время для страшных историй. О том, как ваши дети станут феминистками и радужными активистами. Спойлеры! Капельки дождя, радужные активисты. Ну, для тех, кто не понял, радуга бывает после дождя. Да, интеллектуальный юмор он такой. Но все эти традиционные рассказы про зомби, ведьмы, вампиров не идут ни в какое сравнение с реальными новостями. Серьезно, для хэллоуиновской вечеринки даже ничего придумывать не нужно. Просто открываешь телеграм и начинаешь читать депутатские предложения. И парочка седых волос обеспечена. Вот и на прошлой неделе видные деятели российского общества решили, как следует подготовить нас к празднованию тыквенного спаса. Чувствуете? Легкий аромат кринжа и тыковок. Но чтобы добавить немного праздничного настроения, я предлагаю сегодня устроить небольшое соревнование. Условия. Я представляю кандидатов и их, прости господи, предложения. А вы выбираете в моем телеграме, ну там просто легко опросы проводить, победителя, кринжульку недели. Кстати, я знаю, что среди моих подписчиков есть талантливые художники. Сейчас обращаюсь именно к вам. Да, вот к тебе конкретно. Если у вас есть идеи, как может выглядеть логотип этой рубрики, кто это, что это, кринжулька, то обязательно присылайте свои работы вот на эту почту. А мы проведем честное голосование в том же телеграме и выберем лучшую кринжульку, которую и будем вручать главным поставщикам контента. Министерство просвещения Танюша Буцкая напряглись. Наверное, за последний год просто вот недели не прошло, чтобы кто-нибудь не предложил свой способ повысить демографию. Открою секрет. Только больше никому. Так переживаете, что детишек не хватает? Меньше говорильни? Больше дела. Вперед новых людей делать! В роддом за десятым! Покажите пример. Увы, эти люди хотят, чтобы у нас с вами было по футбольной команде дома. Им вообще плевать, кто и на какие шиши этих детей будет воспитывать. Сами же они в высоких материях. Им некогда многодетной семьей обзаводиться. Они о нас заботятся. Вообще, когда опять начинается этот вечный хит... Ну давайте уже, бабоньки, рожайте! Мне это просто вот до боли напоминает сцену из фильмов ужасов, когда самый глупый персонаж заявляет... По-моему, все закончилось. И естественно, в этот момент у него за спиной убийца стоит. Ну здесь то же самое. Только хуже. У наших героев за спиной сразу же три богатыря возвышаются. Ну во-первых, второй демографический переход. Эти гении мысли все еще верят, что можно заставить молодежь брать пример самых нищих африканских стран. Ну если там по восемь детей, то здесь наверное можно. Нужно просто уроки семьеведения добавить в школы. При этом сами депутаты в большинстве своем не горят желанием воспитывать частный детский садик. Просто заметка на полях. Да и учатся их дети не в Краснодаре в четвертом Я-классе в третью смену. Второй чемпион это 24 февраля. Вот все эти клуши. Клуша может быть и мужчиной. Мы здесь оскорбляем всех. Вне зависимости от пола. Ну сейчас же такое отличное время для родов. Они реально не понимают, как все их высказывания смотрятся. Такие перспективы же. Ага, особенно у молодого отца. Вот что-то молодежь не спешит вступать в брак и брать на себя ответственность. Наверное фильм Барби и конструктор Лего виноваты. Ну и третий Алеша Попович знаком всем постоянным зрителям моего канала. Давайте вместе скажем, кто такие... Каждая вторая многодетная семья находится за чертой бедности. Весело, правда? И вот когда тебе буквально в затылок дышат такие красавцы, приходится проявлять смекалку и предлагать нестандартные методы. Знакомьтесь, наша сегодняшняя первая участница, заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Нина Кузьмина. В ближайшие годы у нас никакого света в конце тоннеля не наблюдается. Никто не даст нам избавления, кроме нас самих. А для этого наши дети и внуки должны иметь не одного-двух детей, а четырех-семерых. А на что кормить этих семерых? Можно узнать? Или Нина своими финансами поделится? Спасение нас самих в наших руках. Прежде всего, рожать, рожать и еще раз рожать. Уважаемая Нина, кто вас держит? Вперед рожайте на здоровье. Почему вместо того, чтобы рожать, рожать и еще раз рожать, просто так в процесс втянулась, не смогла остановиться? Вы на конференции выступаете. Еще один вопрос к пустоту. У наших людей нет в системе ценностей, что красивая женщина это беременная женщина. Значит, государство должно подумать об этом, выпускать на сцену исключительно беременных певиц или матерей-героинь. Нина, я, конечно, могу ошибаться, но вы вроде как не беременны и не мать-героиня. Дама, тогда что вы у микрофона делаете? Я не дама, мне можно. Нет, понятно, имеются в виду звезды сцены. Ими должны быть только беременные. Вот просто объясните, как это вообще в голову человеку пришло? Хм, певицами должны быть только беременные. Отличная идея. А если девяти месяцев не хватило для творческой реализации и хочешь второй альбом записать? В роддом бежать? Мама, мама, я тоже хочу ребенка. Там тетя с животом выступает. Кринж. У меня мозг болит. Красивая женщина, беременная женщина. Дорогая, а может вместо салона в роддом? Телеканалы, Ю, Пятница, ТНТ. Ну подсуетитесь вы уже в конце концов. Какая нафиг беременна в 16? Беременна на сцене. Кто из участниц родит в прямом эфире, та и победительница. Помогите уже стране демографию с колен поднять. Как у меня подписчики в телеге пошутили. Как дела? Пока пела, родила. Ты талантлива и хочешь подарить свой вокал зрителям? А может для начала в роддом заглянешь? Как ты вообще не рожавшая посмела на улицу выйти? Позорница. Это же по факту пропаганда Child Free. Обязать каждую женщину ходить по улицам за ручку стройней, чтобы ни у кого даже мысли не возникло, что женщина может существовать вне материнства. Конечно, можно было бы вспомнить, что сцена не самое безопасное место для будущей матери, но ради общего дела можно и рискнуть. Главное, чтобы выкидыша прям там не произошло. А то все старания коту под хвост. Несить новую на сцену только после родов. Вы думаете, что это предложение невозможно переплюнуть? А вот Виталий Милонов считает иначе. Предлагаю отправлять на переаттестацию педагогов, чьи подопечные школьники празднуют Хэллоуин. Предлагаю отправить на переаттестацию Виталия Милонова. Я уже со счета сбился, не знаю, сколько лет я это предложение озвучиваю. За что еще должны отвечать педагоги? Спрашивал глупый Паша в последнем ролике. Вот тебе и ответ, сказала вселенная в лице Виталия Милонова. Вселенная в последнее время выглядит как-то не очень. А можно поинтересоваться, а как эта переаттестация выглядеть будет? Учителей будут бить линейкой по пальцам? Ты не позволишь своим ученикам праздновать Хэллоуин, но у них есть родители. Этот праздник не только нам чужд, но и вреден. Это своего рода форма сатанизма, поклонения дьяволу. Слова Виталия Милонова своего рода форма выражения мысли, только очень-очень глупой. Прочитал бы он что ли на досуге историю праздника? Кто? Что? Когда? Где? Нельзя допускать, чтобы наши дети становились причастны к этой черной стороне американской культуры, разрушающей основы наших традиций и моральной чистоты. Не стоит заигрывать со злом, потому что рано или поздно зло начнет играть с тобой, и потом дети становятся феминистками и ЛГБТ-активистами. Такого будущего мы хотим нашему молодому поколению. Не могу ничего сказать по поводу будущего, но вот хотим ли мы подобных депутатов, это очень хороший вопрос. Не знаю, как в итоге проголосуете вы, но специальный приз за лучшие причинно-следственные связи от меня получает именно Виталий. Сегодня ты украшаешь дом тыквами, а завтра становишься феминисткой. Что-то мне подсказывает, что своей риторикой и гениальными предложениями Виталий ни одной женщине помог к феминизму прийти. Лучше любой тыковки. А еще более дешевую манипуляцию придумать можно? Преступники пользуются телефонами. Сопретить телефоны! Мы же не хотим, чтобы девочки стали феминистками с телефонами. На Западе люди носят кроссовки. Запретить кроссовки! Иначе прям под носом отряд радужных активистов материализуется. Главное, чтобы не Виталий. Что угодно, только не Виталий Милонов. Если ко мне будут поступать сообщения о праздновании или склонению к празднованию... Склонение к празднованию. Пссс! Пацан! Может, попразднуем? Хэллоуина в российских школах будут добиваться отправки на переаттестацию и переобучение тех педагогов, кто это допустил. Ты как сюда попала? Хэллоуин? А у меня Иванов в понедельник гимн не пел. Тут, кстати, такие интересные темы на переобучении. Закончаешься. Как не допустить празднования западных праздников в школе? Я как раз эту лекцию в педе пропустил. Пять лет назад я уже открывал горячую линию, на которую предлагал родителям присылать жалобы на празднования Хэллоуина в школах. Горячая линия продолжает работать. Ура! Безудежное веселье. Каждый год я получаю несколько десятков сообщений в связи с проведением в школах этого праздника сатаны. Не только из моего родного Санкт-Петербурга, но и из других регионов страны. На каждый из них мы реагируем. До суровых наказаний в виде увольнения преподавателей еще не доходило. Пока виновные ограничивались дисциплинарными взысканиями. То есть пока только розгами и позорным столбом ограничились. Этого как-то чересчур толерантно. Я бы даже сказал по-западному. Казнили бы сразу. А представьте, что произойдет с Милоновым, если нарядиться на Хэллоуин феминисткой. Или радугой. Похоже, я знаю, чем займусь завтра. Кстати, я хочу напомнить, что в Америке очень популярно празднование Рождества. Могу ли я предположить, что если какой-то учитель допустит, чтобы его ученик поздравил своих одноклассников с этим праздником, то этого учителя тоже ждет переаттестация. А если этот ребенок еще и католиком окажется, то сразу же запись продовой книжки. Итак, что мы сегодня узнали? На сцену только после десятых родов или за несколько дней до них. Хэллоуин праздник феминисток и геев. А виноваты опять во всем учителя. Звучит логично. Осталось только выяснить, кого выберешь ты. Беременяшу на сцене или учителю позорного столба. Голосуй по ссылке в описании. Кринжулька недели должна найти своего героя. Друзья, если вы считаете, что это видео заслуживает большого количества просмотров, то просто поставьте лайк, это очень поможет. Кроме того, не забывайте про мой телеграм, ведь во-первых, именно там можно проголосовать, а во-вторых, все новости образования можно найти и именно на моей странице в телеграме. Если вы готовы поддержать меня, то можете перейти по ссылке в описании на Boosty. Там все ролики выходят раньше, без рекламы и доступен эксклюзивный контент. Кстати, сейчас на экранах вы видите имена самых топовых товарищей, которые поддерживают меня на этой платформе. Огромное им спасибо. Ну а я встречусь с вами уже на следующей неделе. Как всегда, в понедельник в 17.00 по Москве в моем новом видео. Всем хорошего дня и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok